Сегодня мы погрузимся в мир Dead Cells Immortalis, мультсериала, который привнес свежий взгляд на любимую игровую франшизу. Как вы знаете, Dead Cells стал настоящим хитом среди игроков, и теперь создатели решили воспользоваться этим успехом, чтобы привлечь новых фанатов и увеличить продажи. Почему стоит обратить внимание на Dead Cells Immortalis? Давайте разберемся. Меня зовут Захар Волтовзеро, приятного просмотра. Сюжет сериала происходит на том же острове, что и в игре. История вращается вокруг проклятого королевства, охваченного загадочной болезнью, и короля, чьи действия только усугубляют ситуацию. Главная героиня Лора Эспозита является участницей культа Стражи Истины. Согласно легенде, скоро придет избранный, который убьет короля и остановит распространение хвори, тем самым спасая страну. Второй ключевой персонаж – Огнеголовый, тот самый герой, который должен всех спасти и свергнуть короля. Однако у него есть свои планы, и ему это все вовсе не нужно, ведь он бессмертен. И вот эта беззаботность, легкомыслие и пофигизм по отношению к важным событиям создают интересный контраст с Лорой, которая осознает всю серьезность происходящего, ее настойчивость и вера в миссию избранного. Огнеголовому вообще по барабану. Поэтому Лора говорит ему, что знает про меч, способный убить бессмертного. А Огнеголовый очень хочет умереть, поэтому соглашается и помочь, чтобы миф стал легендой. С такой небольшой завязкой я ожидал, что сюжет будет повторять историю игры, расширяя его и даже завершая. Однако я заметил один интересный акцент на одном важном лорном моменте, который добавляет глубину в сюжет. А перед началом видео я хотел бы рассказать про одну необычную игру – Анемоне. Команда разработчиков сама вышла на меня, они показались мне приятными ребятами, да и сам проект показался интересным, поэтому решил поддержать начинающую студию. Анемоне – это медитативное водное приключение, вдохновленная атмосферой игрой Абза и фильмов студии Гибли. Игрок сможет погрузиться в удивительный мир океана снов, наполненный личными воспоминаниями героини и ее эмоциями. Если хотите, как и я, поддержать ребят, подпишитесь на их каналы в соцсетях и передавайте от меня привет. И этим моментом являются проделки хранительницы времени, чьи действия становятся основой многих событий в Dead Cells. Хранительница отматывала время назад в игре, и из-за этого появились временные аномалии. Например, в истинной концовке игры герой встречает сам себя. Все, что происходит в сериале, не отражается на главном сюжете игры, поскольку это параллельная временная линия, существующая отдельно от основной истории. Это создает уникальную возможность для сценаристов крутить сюжет как хочется, не ограничиваясь каноном игры. Но поскольку мы помним, что все аномалии на острове появляются из-за хранительницы времени, то может все-таки ей удалось остановить заражение хотя бы там в первом дне в какой-то из миллиона временных линий. Это, кстати, и объясняет, почему обучающий рыцарь из Dead Cells все-таки умирает и не воскресает, а наоборот разлагается и гниет. И обе эти истории, что в игре, что в сериале приводят нас к одному финалу. Он открывает завесу тайны над тем, кто на самом деле такой огнеголовый. На пути обоих временных линий происходят одинаковые испытания, что создает чувство единства между игрой и сериалом. В игре, чтобы пройти до конца, нам необходимо победить различных боссов. В сериале герои сталкиваются с аналогичными вызовами победить всех слуг короля, чтобы в итоге сразиться с ним. Эта параллель создает интересное взаимодействие между сериалом и игрой, позволяя увидеть знакомые элементы в новом свете. Ну и когда все это начало происходить, я заметил, что вау, это как в игре. Человек, который до этого додумался, на сценаристе просто гений. Но стоит заметить, все, что я сказал по поводу Хранительницы Времени, это лишь то, до чего я сам смог дойти своей головой. Вполне возможно, всем на это параллельно, и история такая же параллельная, и никак не пересечется с сюжетом оригинальной игры. Все, что у них есть общее, это вселенная. Кроме того, сериал не заканчивается на первом сезоне, что становится очевидным благодаря открытой концовке, которая намекает на дальнейшие приключения. Это создает ожидание продолжения, но вот будет ли оно, это другой вопрос. С началом дубляжа серии для английского рынка возникает возможность привлечь новую аудиторию и увеличить интерес к продолжению. Несмотря на это, из-за прекращения поддержки игры у меня есть сомнения относительно будущего сериала. Но если права будут получены, я надеюсь увидеть продолжение. Однако, для полноты картины стоит отметить, что не все персонажи из игры были представлены в сериале. Отсутствие некоторых знакомых героев открывает двери для новых направлений развития сюжета. Хочу выделить героев мультсериала, которые хотя и представлены в небольшом количестве, но каждый из них раскрыт многогранно и глубоко. Ну ладно, может быть не многогранно и глубоко, но как минимум полностью. Начнем с Огнеголового, который постоянно пытается привнести в сюжет нотки юмора или тупости. Его реплики пронизаны сарказмом и иронией, что делает его общение живым и динамичным. У нас подобные диалоги в дискорде с Никитой обычно. Когда он был доступен. Однако, порой его шутки скатываются в плоский юмор, что может вызывать смешанные чувства или чувство стыда и кринжа. Эта черта помогает создать легкую атмосферу, несмотря на мрачные обстоятельства, в которых герои оказываются. Не менее интересна Эспозита. Она представляет собой типичный образ неудачницы, которая, казалось бы, всегда попадает в трудные ситуации и должна мириться с капризами своего напарника. Несмотря на свою уязвимость, она обладает внутренней силой, что делает ее личность более привлекательной. Эспозита постоянно сталкивается с вызовами. Ее путь с Огнеголовым создает множество комических и драматических моментов, подчеркивающих контраст между их характерами. Кроме основных героев, второстепенные персонажи также хорошо проработаны. Например, крестьяне, которых мы встречаем в различных сценах. Они представляют собой интересный социокультурный слой, не веря в легенде и герои, не питая надежд на спасение. Вместо этого полагаясь на более приземленные вещи. Золото, которое можно заработать, поймав непутевых героев. Их реализм и прагматизм создают забавные контрасты с героическими амбициями главных персонажей. Ну, главного персонажа, ну типа и Спозити Норм, а этому не Норм. Однако самым запоминающимся персонажем, по моему мнению, в сериале является Инвалид из Катакомб, совершенно уникальный и эксцентричный герой. Его фанатизм и наивность создают интересный баланс. Он готов пойти на любые жертвы, лишь бы стать частью той истории, в которую он верит, что делает его одновременно трогательным и комичным. Этот персонаж представляет собой что-то среднее между детской наивностью и абсурдным взрослым подходом в жизни. Кажется, что он верит, что можно заработать, тыкая хомяка в телеграме, ну или что-нибудь еще такое. Хотя в мультсериале не так много знакомых персонажей, из игры каждый из них ощущается как свежий и оригинальный. В основном, конечно, из-за того, что персонажей в игре очень мало разговаривают. Каждый из боссов на пути к королю обладает своей уникальной фишкой, которая отличает их от других и придает им характер. Для одного битва это обычная игра, которая на первый взгляд может показаться безобидной детской забавой, но на самом деле скрывает себя множество хитроумных уловок. Второй босс специализируется на создании галлюцинаций, миражей, всяких временных линий и так далее. Он умело манипулирует восприятием своих противников, заставляя их сомневаться в том, что они видят и чувствуют. Это создает сложную психологическую динамику, и когда ты понимаешь, что на самом деле происходит, тебя это удивляет. Ну меня вообще удивило, я вообще был в шоке, то что она до этого дошла. Другой босс, мастер обмана, лжи и подхалимства. Он использует свои навыки манипуляции, чтобы создать у героев ложное чувство доверия, прежде чем внезапно носить удар в спину. Ну, его раскусить было вообще максимально просто, я так знал, что он просто мразь. Таким образом, каждый из боссов в сериале прекрасно использует свои сильные стороны, чтобы компенсировать слабости, превращая каждую встречу в уникальное испытание. Но нельзя не отметить и коллекционера. Мы чувствуем, что у него есть своя мерзкая цель в этой истории, и его действия не являются случайными. И пусть даже в сериале, пока он является персонажем положительным, поскольку пытается решить то, что наворотил сам, все может поменяться. Так и в игре было, помните? Хотя количество персонажей ограничено, их разнообразие, глубина делает сериал интересным, его не душно смотреть. Каждый из персонажей приносит что-то уникальное, создавая богатую и запоминающуюся картину, которую хочется смотреть. А при условии того, что все разбавляется шутками и юмором, все серии можно просмотреть на одном дыхании. По визуальному стилю нам дали графику преми-ком из трейлеров игры, что выглядит очень круто по сравнению с тем же Soul Knight Strange Tales, в котором были не самые удачные идеи в анимации, взять тот же пиксельный стиль, который они использовали большую часть времени. Имморталис, сохраняя динамичную стилистику игры, хотя его визуальный стиль отличается от оригинальной пиксельной графики Dead Cells. Некоторые ценители отмечают, что анимация несколько упрощена по сравнению с трейлерами к игре, однако сильно на качество продукта это не повлияло. Но почему я считаю этот сериал крутой адаптацией? Все очень просто, сериал, приятно смотреть его, не напрягать. Я получил от него то самое расслабленное чувство, которого часто не хватает в адаптациях видеоигр. С первого же просмотра меня захватил легкий тон сериала, который не перегружает излишними деталями или драмой, но при этом сохраняет уникальный дух игры. Это ощущение чил называется. И оно позволяет насладиться сюжетом, динамикой, атмосферой, не отвлекаясь на лишние моменты. А еще можно иногда посмеяться, потому что тупорылый юмор это смешно. Что особенно меня порадовало, так это оригинальная озвучка. Первый раз я посмотрел Dead Cells Immortals на французском, и несмотря на то, что я не владею этим языком вообще, Тинторито, Тинторито, вот это вот, это все, что я знаю. Это никак не помешало насладиться сериалом. Французская озвучка придает сериалу уникальную атмосферу, делая героев более живыми и выразительными. Dead Cells Immortals выглядит круто, его приятно смотреть. Если по какой-то причине вы еще не посмотрели эту импут, то рекомендую глянуть, уже есть хорошая озвучка. По такому же принципу мне понравился Cyberpunk Edge Runners, он был прост в просмотре. Однако в отличии от Edge Runners, где музыка буквально подталкивает к тому, чтобы надеть наушники, И почувствовать себя неуязвимым в городе, ударить бабушку подъезда с лоу-кика, Под саундтрек Immortals не возникает такого же эффекта. Это не является минусом, ведь Immortals сериал более компактный, более короткий, Идет он всего около полутора часа, и требовать от него тех же эмоций, что от больших проектов было бы немного, Ну совсем чуть-чуть через мир, ну чуть-чуть. Главным конечно остается вопрос, что будет дальше, потому что концовка нам показывает, Что новые приключения ждут героев, там теперь и новые локации, И места для творчества очень много, могут сделать все что угодно. Ладно, есть еще один вопрос, выйдет ли второй сезон, потому что поддержка самого Dead Cells'а закончилась, Будут там какие-то может минорные патчи фиксы багов, но вот что будет с медиафраншизой, это абсолютно другой вопрос.